Здравствуйте, мои дорогие любители видеоигр! Вот и пролетела, как не бывало, череда весенних праздников. Искренне надеемся, что все вдоволь на отдыхались, ну или же наработались. Все сопричастные к праздничным мероприятиям были поздравлены, вкусный шашлык съеден, а огород засажен всем необходимым. Проще говоря, что никто в накладе не остался. В конечном итоге здорово еще и то, что мы подготовили для вас свежий выпуск игровых новостей. А потому настоятельно просим отложить оставшуюся порцию шашлыка, хотя зачем же оставьте. Наливать кружечку холодной минералки, а заодно прожать лайк по-братски и ударить в колокол. В сегодняшнем выпуске блокировка аккаунтов Xbox, перезапуск популярного зомби-экшена, откровение сотрудников BioWay и шокирующая информация об убежищах Fallout. 3D-версии со стороны Microsoft похоже, что пришлось столкнуться игрокам из России. Не так давно пользователи консолей Xbox стали массово жаловаться на проблемы со входом в аккаунт. Данная проблема коснулась как официально везенных консолей в страну, так и их серой партии. В чем конкретно причина, понять по-прежнему сложно. Пользователь лишь получает сообщения о недоступности службы в его регионе. В сообществе Xbox на сей счет поднялось бурное обсуждение. Некоторым помогло изменение DNS, однако только на время. А многие другие же получили предсказуемый отворот-поворот в качестве ответа о технической поддержке, которая либо не знает, что произошло, либо не знает уже причину. На сегодняшний день методы решения проблемы есть, и многие вполне себе работают. Так, пользователи ВК и Xbox Rent собрали все варианты в один большой пост, ссылку на который мы любезно оставим в описании под видео. Я напомню, что сами Microsoft, владельцы Xbox, приостановили деятельность в России в прошлом году, поначалу ограничив возможность устанавливать Windows 1 российским пользователям, но позже вернув такую возможность. Тем не менее, обслуживание консолей в России было также приостановлено, а сервера, ускоряющие загрузку контента, отключены. А пока пользователи Xbox пытаются решить проблему самостоятельно, Microsoft заняты делами куда более глобальными. Доведением до конца своей сделки по покупке Activision. С этим делом у компании Гиганта пока как-то не очень. Это вам все же не аккаунты пользователей отключать. Но не похоже, что Майки намерены сдаваться в своих достойных похвалы попытках оспорить решения регуляторов. На случай, если кто-то подзабыл, первоначально казалось, что антимонопольный комитет одобрит слияние. Но за несколько недель те резко отклонили сделку, за что были раскритикованы такими видными деятелями, как Уоррен Баффет. Так вот, известно, что Microsoft и ранее имела в своем распоряжении опытных юристов в области апелляционных дел. Адавича вот был нанят еще один, широко известный, где и кому надо, адвокат Дэниел Бирт. Известно, что вышеупомянутый сотрудник имеет продвинутую квалификацию и весьма богатый бэкграунд касаемо борьбы с антимонопольными регуляторами, что столь бесстыдно вставляет палки в колеса амбициозным издателям. В свое время адвокат ни много ни мало выиграл дело в пользу Intel, что позволило производителю железа не платить миллиардную компенсацию Еврокомиссии на основании все тех же пресловутых антиконкурентных последствий. В случае, если данное сотрудничество таки принесет ожидаемые плоды и в конце концов сделку одобрит, в накладе не останется и Бобби Котик, небезызвестный глава Activision Blizzard. По информации опубликованной редакции Axios, бизнесмен имеет возможность обогатиться на 408 миллионов долларов акциями, став еще богаче, чем был в 2022 году. Пока у Xbox играми дела идут, ну, мягко скажем, не очень, ответственность на качественные релизы упала на компанию Sony. Та время от времени способна удивлять, а впереди как раз будет прекрасный шанс показать себя, выставка PlayStation Showcase, точная дата выхода, которой до сих пор не раскрывалась. Свежей утечкой поделился авторитетный инсайдер Джефф Граб, опубликовавший пост с расписанием летних презентаций. В летний список попадает и май, предположительно на конец которого и застолбили себе местечко Sony и их партнеры со своей ежегодной выставкой. Что до анонсов, то по слухам нам могут показать ремейк третьего Metal Gear Solid и новую часть Castlevania, но у внутренних студий Sony в разработке много и других проектов, которые хотели бы увидеть игроки. Среди них продолжение Человека-паука от Insomniac и Росомаха от них же. А кто-то даже помнит про ремейк Star Wars Knights of the Old Republic, находящийся на непонятной, тем не менее, стадии разработки. И пусть ремейк, культовый который придется ждать еще и достаточно долго, но по данным редактора Video Games Chronicle Энди Робинсона, совсем скоро всех поклонников Далекой Галактики может ждать другой приятный анонс. Речь шла о новой РТС по Звездным Войнам, разрабатываемой некой известной студией. Робинсон традиционно не выдал больше положенного, однако на вопрос, стали ли это стратегия, которую анонсировали годом ранее от студии Bit Reactor, он ответил, что та игра, о которой я думаю, еще не анонсирована. Ну вот как хотите, так собственно и понимаете. Возможно, в скором времени нас ожидают сразу несколько игр по популярной франшизе в жанре РТС, что было бы весьма уместно, учитывая дату выхода последней из них. Star Wars Empire at War вышла в свет почти 17 лет назад. В то время как поклонники Тодо Купи Скайрим Говарда с содроганием ожидают Старфилд и небезосновательно боятся за качество грядущей космической игры, сама игра, похоже, заручилась возрастным рейтингом. Об этом говорит обновленный профиль игры в соцсети. В шапке профиля упоминается ESRB, организация, присваивающая те самые рейтинги, а также торжественно присвоенный проекту рейтинг M, то есть Mature. То есть все эти ваши насилия, ненормативная лексика, непотребный контент или трекровищи в игре будут, что кого-то, ну, наверное, обрадует, а кого-то, может быть, и не очень. Кстати, ранее сообщалось, что The Elder Scrolls в космосе получил рейтинг от австралийского регулятора, из которого становится понятно, что сексуальных сцен в игре Bethesda не будет, по крайней мере до тех пор, пока не подсуетятся преданные фанаты. В свое время на шутер Back 4 Blood была возложена непростая задача, а именно возродить интерес к многопользовательским зомби-боевикам, а сама игра вроде как даже позиционировалась как убийца Left 4 Dead, чего, однако, предсказуемо не произошло. Так Left 4 Dead все еще живее всех живых, несмотря на уже почтенный возраст игры. А вот копии-подражатели от студии Turtle Rock сливают за сущие гроши в магазинах. Один из австралийских маркетов компьютерных товаров выставил шутер на полке с ценником в один местный доллар, что эквивалентно примерно 50 российским рублям. И это, возможно, говорит о твердом намерении ритейлеров поскорее избавиться от коробочек с игрой. Изначально игру отдавали за 89 долларов, но, по всей видимости, резкое падение популярности игры и малый спрос сделали свое дело. Игра оказалась не нужна даже магазинам. Отмечу от себя, что игра на момент выхода не была так уж плоха, как, возможно, принято вспоминать сейчас. Виной всему оказались завышенные ожидания, а также рекламная кампания проекта, которая вовсю позиционировала шутер, как убийца хита Valve. Так что, возможно, просто не стоило никого убивать, а просто выпустить добротную игру, и результат был бы в корне иной. Но история сослагательного наклонения, как известно, не терпит. Сетевой шутер CSGO пользуется феноменальным успехом во всем мире уже многие годы. Как у разного рода игроков, так и у коллекционеров всяческих уникальных предметов в игре. И пусть не так давно компания Valve анонсировала новую версию боевика на движке Source 2, классика продолжает ставить рекорды по онлайну в Steam, где недавний пик составил ни много ни мало 1 миллион 818 тысяч 773 игрока. Совсем не дурно для игры десятилетней давности, не правда ли? На сей раз такой всплеск активности связан с началом проведения последнего турнира серии Major, который стартовал 8 мая в Париже. По этому случаю Valve подготовила различные внутриигровые награды. Чемпионат станет последним в данной дисциплине, после чего профессиональные киберспортсмены должны будут дружно пересесть в Counter-Strike 2, соревнование по которому планируют начать не ранее весны следующего года. Тем временем, компания Valve анонсировала The International 2023. Знаменитый чемпионат по Dota 2 будет проходить осенью в городе Сиэтл на стадионе Climate Pledge Arena, который обещает вместить самое большое количество зрителей за всю историю турнира. Примечательно, что турнир до этого уже проходил в Сиэтле, причем аж шесть раз подряд, с 2012 по 2017 год. Ожидается, что 14 октября стартует групповой этап, а за ним последует и плей-офф. Вместе их объединят общим названием «Дорога на The International». Непосредственно сам чемпионат пройдет с 27 по 29 октября. Один из создателей Fallout, Тим Кейн, завел собственный YouTube-канал, где время от времени рассказывает истории своей более чем 30-летней карьеры игрового разработчика. И недавно девелопер поведал кое-что интересное касаемо легендарной RPG-серии. Как многие знают, мир Fallout пережил радиоактивную катастрофу. Так как снаружи земля стала фактически непригодна для нормальной жизни, людям пришлось прятаться в специально оборудованных убежищах, которые обладали собственной инфраструктурой, системой управления и какими-никакими удобствами. Вместе с тем, как оказалось, там проводились и различные эксперименты на людях. По словам Тима Кейна, изначальная цель возведения убежищ была вовсе не такой. Прежде всего, они должны были служить неким хабом перед отправкой человечества в космос. В середине прошлого века человечество представляло себе ядерный апокалипсис таковым, что людям попросту некуда было бы возвращаться даже спустя продолжительное время. А потому улететь казалось единственным возможным вариантом выживания. Убежищах Vault-Tec на тот момент занимались созданием космического корабля на самообеспечении, способного летать целую вечность и более и позволив человечеству сквозь целые поколения отыскать себе новое пристанище. Только вот люди на тот момент не обладали всеми знаниями, что имеет сейчас. Не знали, как выращивать растения в замкнутом пространстве, не умели погружать людей в криосоны и были без понятия, как обеспечить их постоянной питьевой водой. Во всем этом нужно было тщательно разбираться, как раз поэтому в убежищах и начали проводить бесчеловечные опыты. Они были необходимы для того, чтобы со временем научить человечество выживать за пределами фактически уничтоженной Земли. Один из бывших сценаристов трилогии Dragon Age Дэвид Гайдер посетовал на отношения работодателей с Байуэ, что вылилось в серию твитов. Произошло это в контексте забастовки сценаристов США. Те жалуются на то, что разработчики-издатели недостаточно ценят труд писателей в долларовом эквиваленте. Да и вообще, воспринимают сценаристов как сотрудников второго сорта. Дескать, потому что те не владеют графическим дизайном и не могут в программировании. Действительно, как же так вышло-то? Гайдер отметил, что студия Байуэ в свое время сделала хорошую репутацию в том числе и благодаря качественным и проработанным историям в своих играх. Но затем они же сами и стали пренебрегать достойными сценарными работами, оценивая подход с упором на сюжет как сдерживающий развитие студии. Да, ну сейчас-то студия определенно развивается, о чем прекрасно напоминает великолепные сюжеты Андромеды и Энтом. Гайдер подметил, казалось бы, очевидную вещь, то, что хорошие истории не появляются как по волшебству, а потому предельно важно поддерживать своих сценаристов и расставлять правильные приоритеты. Какие именно вещи в данный момент у Байуэ мы точно знать не можем, хотя, кажется, и догадываемся. Что касается Дэвида Гайдера, то сценарист в данный момент работает над ролевым мюзиклом Stray Gods в собственной студии. Среди особенностей грядущего проекта отмечается то, что сражаться с врагами мы будем с помощью музыки. Релиз его запланирован на 3 августа. Еще не так давно словосочетание «фильмы по мотивам видеоигр» звучало совсем неблагородно. Обычно такие произведения ассоциировались со вполне конкретными авторами трэш-экранизацией «Привет немецкому боксеру», что ожидаемо вызывало гнев игровых фанатов и игнор со стороны всех остальных. Несколько лет назад ситуация стала меняться в лучшую сторону. Игровые издатели начали внимательнее контролировать съемочный процесс, и на премьеры экранизации игр стало можно ходить без чувства испанского стыда. А такие адаптации, как Warcraft, Uncharted или Mortal Kombat вышли даже более чем сносными. Получилось и у студии HBO. Да что там, телевизионную адаптацию Дракмановского The Last of Us не обсуждал, как будто только ленивый. Там были, да и есть, тонны как положительных, так и отрицательных моментов, достойных критики, что, однако, не помешало сериалу стать огромным хитом этого года и получить анонс-продолжение. А вот совсем недавно были опубликованы данные, которые наглядно демонстрируют рекордные результаты шоу в цифрах. Согласно информации от Warner Brothers Discovery, адаптация умудрялась собирать перед телеэкранами свыше 32 миллионов зрителей только в США. Это за один эпизод, попрошу заметить. Также сообщается, что сериал стал без малого самым просматриваемым шоу в истории HBO Max в Европе и Латинской Америке. Тут, пожалуй, добавить-то больше нечего, кроме как Браво. Прекрасный ремейк не менее прекрасного четвертого резика в данный момент находится под печально известной защитой Денува. Печально, потому как с некоторых пор известно, что наличие данной системы вынуждает игру работать в разы менее стабильной, чем она бы это делала без нее. Это наглядно доказало тестирование таких проектов аккурат после их взлома. Если же вы вдруг столкнулись с подобным в Resident Evil 4 ремейк, то, возможно, для вас есть хорошая новость. За дело-таки принялась небезызвестная хакерша импресс, специализирующаяся как раз на укрощение Денува в играх. Сколько потребуется времени на столь масштабную инициативу, никому точно неизвестно, но работа кипит, а это значит, что убеждения фанатов сработали на ура. Ранее импресс наотрез отказывалась тратить время на экшен от Capcom, однако после недолгих уговоров все-таки дала свое согласие. Благо, донаты на работу были собраны практически моментально. Компания Capcom последние годы успешно возвращает серию Resident Evil в изрядно похорошевшие обертки. Было выпущено три части ремейка культовой серии. По большому счету, на будущее остается только пятая часть, ну и, быть может, шестая, которая, впрочем, выглядит и играется сегодня вполне себе неплохо, и так ли уж нуждается в ремастере — вопрос. Но вот что еще нуждается в скором перевыпуске по мнению студии, так это зомби-экшен Dead Rising, чье возвращение японцы готовятся разрабатывать. Такой информацией поделился редактор Windows Central Джесс Кордон, который также уточнил, что если информация все же достоверна, то релиз стоит ждать на всевозможные игровые платформы, и игра не будет чьим-либо эксклюзивом. Пока что информацию стоит воспринимать со скепсисом, а я напомню, что серия Dead Rising когда-то являлась для студии одной из самых важных, наряду с Резиком и DMC, а потому полагать, что ее перезапуск может стать лишь вопросом времени, вполне себе справедливо. Создатели игры про Голлума вышли на связь, дабы поведать о том, сколько времени потребуется для полного прохождения грядущего экшена. Судя по всему, игра ожидается совсем уж крошечной, особенно по сегодняшним меркам. По словам продюсера Харальда Риглера, ее полная зачистка займет всего 20 часов. 20 часов, Карл! И это при условии досконального исследования окружающего мира и прослушивания всех диалогов в игре. Тем же, кто сильно спешит, разработчики обещают и вовсе 10 часов на прохождение. Вы, вероятно, в курсе, что мы тут не сторонники увлекательных зачисток на сотни часов. Но такая шустрая продолжительность тянет уже скорее на небольшой аддон, что вызывает справедливые опасения по поводу качества в целом. Однако, если у разработчиков из Daedalic Entertainment получится хоть и ультракороткое, но насыщенное динамичное приключение в узнаваемом мире, да еще и сюжет интересный завезут, то, думаю, никто обиженным не останется. Надеемся только, что игру не застанет врасплох очередной перенос. Пока что иер-лис намечен на 25 мая. Недавно вышедший, но уже займевший крайне дурную репутацию проекта Tarkane, мы сейчас, разумеется, о Redfall, оказался в антитопе игры Steam. Существует так называемый ресурс Steam 250, который собирает статистику по играм с самым низким рейтингом в Steam и формирует их в список. Так вот, Redfall оказался на 14 месте в списке худших. Для сравнения, где-то совсем рядом располагаются такие произведения, как Umbrella Corps, Battlefield 2042 и Sacred 3. Однако же Redfall оказался самой низкооцененной игрой сегмента ААА в данном перечне, с разгромной оценкой в 2,83 балла. Студия Sparasoft вполне может быть известна многим из тех, кто проходил Assassin's Creed Valhalla, Halo Infinite, Mass Effect Andromeda или, быть может, даже Fallout 76. Будучи на рынке довольно продолжительное время, тем не менее, относятся к той категории, что старательно не отсвечивают, помогая другим авторам со всего света допиливать их собственные франшизы. До недавнего времени в портфолио разработчиков своих проектов не было, но, возможно, уже скоро это упущение будет исправлено. Утечка появилась в качестве информации с профиля на LinkedIn одного из технических дизайнеров студии. Там, среди прочего, у него указана работа над неанонсированной экшен-рпг третьего лица на базе Unreal Engine 5, что некоторых заинтриговало. Правда, ненадолго, так как вскоре после активного расхождения информации в публичное пространство разработчик поспешил упоминание игры удалить, хоть интернет по традиции и успел все запомнить. Ремейк легендарной первой части System Shock, на авторов которой совсем недавно негодовали фанаты, что переносился множество раз, кажется, все же ушел на золото, то есть как никогда близок к своему бесповоротному релизу. До выхода проекта остается всего ничего, на ПК он появится уже 30 мая, а немногим позже Immersive Sim доберется и до остальных заявленных платформ. Среди них PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series XS. Вместе с тем, разработчики обнародовали и системные требования к игре. Они оказались, на наш взгляд, довольно демократичными, поиграть, вероятно, сможет практически любой желающий. Игровое подразделение Sony известно не только своими громкими эксклюзивами и некачественными ПК-портами он их, но также еще и тем, что время от времени идет навстречу начинающим разработчикам и студиям, создавая специально под такие инициативы отдельные мероприятия. Так, многие, вероятно, в курсе о существовании China Hero Project, собственно, проекта, в рамках которого японцы искали молодых и перспективных девелоперов из Китая для их продвижения. Разумеется, речь идет об игровом рынке на платформе PlayStation, а также расширение каталога проектов, доступных на консоли. Со стороны компании это шаг вполне разумный, так как, будучи одним из лидеров на рынке видеоразвлечений, Sony дает шанс на дальнейшее развитие не только более-менее состоявшимся студиям из крупных регионов, но и студиям в разы более меньшим. Так появилось и логичное продолжение компании в числе India Hero Project. Теперь у крохотных инди-студий из... Индии тоже появился весьма осязаемый шанс пробиться в высшую лигу и громко заявить о себе, получив поддержку от Sony. Доподлинно известно, что в данный момент корпорация собирает заявки от разработчиков, желающих поучаствовать в инициативе. Так что вполне возможно, что первый результат такого сотрудничества мы сможем увидеть уже на PlayStation Showcase, где компания будет показывать свои новые проекты. Издательство Destructive Creations, в свое время отметившееся выпуском скандального экшена Hatred, представило трейлер новой хоррор-игры. Проект с видом от первого лица зовется Shame Legacy, и по ходу прохождения истории мы, взяв на себя роль протагониста из девятнадцатого века, должны будем драпать из некой мрачной сельской местности, попутно решая головоломки, используя специально заготовленную трость. Она же пригодится в качестве весомого аргумента против довольно криповых противников-культистов. Ах да, чуть не забыл, разработка игры занимается студией Fairship Games и Revenant Games, а ее релиз запланирован уже на 30 мая на ПК, PlayStation и Xbox. А в заключении, как обычно, радуем вас рубрикой «Цирк с конями». В центре внимания – история блогера под ником Boggles, на которую обратили внимание СМИ. Инцидент с его непосредственным участием случился на локальной выставке DreamHack Melbourne. Тот уже неоднократно посещал подобного рода ивенты и ранее, давно обратив внимание на тот факт, что там всегда неприятно пахнет. Причиной чего, вероятно, является огромное скопление людей, порой, по его мнению, пренебрегающих личной гигиеной. Казалось бы, не нравится, так не ходи. Но нет, блогер, возмущенный безразличием организаторов и участников, вознамерился решить проблему более радикальным путем. Он принес с собой дезодорант и начал обрызгивать им все вокруг, включая немытых участников мероприятия. Доподлинно неизвестно, удалось ли парню добиться желаемого результата, но очевидно, что немногие оценили его старания по достоинству. Так, некоторые осудили борца за то, что тот мог банально подвергнуть опасности здоровью людей, в частности, тех, кто страдает, к примеру, астмой. А по заявлению ESL Австралия, блогера забанили на всех будущих мероприятиях организатора. А как бы поступили вы и стоило ли оно вообще того? Обязательно пишите свое мнение в комментариях под видео. И на этом у нас пока все. Свежая порция новостей уже старательно пишется, однако и другие видео уже на подходе. Не забывайте следить за нашими обновлениями. И по славной доброй традиции ставить лайк, делать репост и рассказывать о нас всем без исключения, кто также сильно фанатеет от видеоигр. Ну а пока оставайтесь с нами, дальше будет еще интереснее.